Умные фонари устанавливают в сельских округах Армавира. Работу ведут специалисты компании «Энергоника» в рамках энергосервисного контракта. Они же занимались реконструкцией системы уличного освещения на территории города в 2018 году. Новые светодиодные светильники появились не только на оживленных улицах, но и в самых отдаленных микрорайонах. 18 февраля «Энергоника» приступила к монтажу системы на территории сельских округов с привлечением специалистов компании «Оборонэнерго». «Округ Прилеченский, у нас сельские поселения, хутора Красная Поляна, Маяк, Южный, Внеимк, Восток. 539 светильников. Работы эти будут закончены у нас до 4 марта. Дальше у нас идет по плану сельский округ «Заветный». 830 светильников – это хутора Первомайский, Зуево и Красино. И заканчиваем работы в старостаничном сельском округе где-то с 15 марта по 31 марта по замене 636 светильников». Специалисты ведут монтаж изолированного самонесущего провода, производят монтаж и демонтаж светильников. Помимо этого устанавливаются автоматизированные системы управления наружным освещением и информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. Это позволит дистанционно наблюдать за наружным освещением и неисправностями в его работе и оперативно их устранять. «Приступили к работе по монтажу щитов управления. Это будет ставиться 35 пультов управления. Все управление будет осуществляться так же, как и в городе, через один кабинет, через один монитор. Очень удобная система. Не нужно лишние движения делать по вскрытию приборов, по документации. Любые скачки напряжения видны на экранах». Новые фонари светят ярче, а вот энергии потребляют в разы меньше срок службы до 20 лет. Экономия очевидна, и город уже ощутил ее по итогам реализации контракта в прошлом году. Благодаря внедрению новой системы уличного освещения в Армавире планируется за семь лет сократить расходы на электричество на сумму более 300 миллионов рублей. Надо сказать, что проект инвестиционный. Муниципалитет не тратит на модернизацию ни копейки. Работы финансируют крупные банки страны в рамках государственной программы. Расплачиваться город будет за счет сэкономленных на электроэнергию средств. Кстати, уже в марте компания «Энергоника» планирует приступить к установке умной системы освещения в 24 армавирских школах. Здесь собираются установить около 10 тысяч светильников. «Таких прецедентов в РФ у нас нет. Чтобы в одном городе одновременно решались вопросы по замене уличного освещения, это в городе, плюс еще вот эти вот прилегающие районы, еще и муниципальные учреждения». Марина Бартинева, Александр Жерилеев, служба новостей Армавира. Более пяти тысяч массовых мероприятий, которые посетили более 500 тысяч человек – это не предел. В Армавире подвели итоги деятельности отдела культуры за 2018 год. Прошло заседание под сводами нового учреждения «Школы искусств». Здание бывшего ДК «Железнодорожников» город приобрел почти за 124 миллиона рублей. Большую часть суммы выделили из краевого бюджета. Уже 1 сентября здесь пройдут первые занятия. «Давайте мы поговорим за принятое решение, что в городе Армавире появилось еще одно шикарное учреждение культуры. Я уверен, что оно будет любимое у армавирцев. Сюда будут идти с желанием и дети, и молодежь, и взрослое население, жители города Армавира, потому что у нас и эта часть города вообще ничем не охвачена. Во-вторых, город получил уникальное по своему содержанию и по своему техническому состоянию учреждение культуры». В новой школе искусств будет хореографический зал, театральная студия, помещение для занятия музыкой. Кроме разнообразных кружков в новом учреждении планируется проводить выставки и значимые мероприятия. Выделят помещение для деятельности национальных общин Армавира. Сейчас ведется набор сотрудников. Администрация города занимается приобретением мебели и необходимого оборудования. Большую поддержку оказывают в этих вопросах и краевые власти. «Депутаты законодательного собрания вместе с Министерством культуры Краснодарского края, конечно же, при поддержке губернатора, в ближайшее время планируют принять решение и выделить сюда порядка 20 миллионов на оборудование всего этого большого комплекса. Самым необходимым, которое будет работать для детей, для жителей города Армавира, здесь могут профессионально обучаться и получать знания в культуре и навыке. Я думаю, что это тоже будет хорошая поддержка». Финансовую поддержку для развития могут получить и другие учреждения культуры города. Сейчас это реально. Главное не лениться и участвовать в различных целевых программах. Отметил глава, обращаясь к присутствующим в зале, нацелив на развитие и поблагодарив за работу. Присоединился к нему и председатель Думы Александр Поляков. «Ваши коллеги, вы должны нас радовать постоянно новыми номерами. Мы не можем сидеть на одном багаже много-много лет. Мы должны каждый ваш выход на сцену видеть что-то новое, потому что, когда это происходит, вы развиваетесь как творческие личности. Вы знаете, любой учитель перестает быть учителем, педагогом, когда сам перестает учиться. И для вас это тоже задача ставится приоритетной. Другая вещь, которую я тоже поддерживаю, озвучена Андреем Юрьевичем, что да, конечно, хорошо, когда у нас такие великие звезды танцуют и поют на сцене. Но, наверное, было бы еще лучше, когда у нас были бы собственные звезды, и на День города мы смотрели бы на наших выпускников, наших воспитанников». Подробный отчет о деятельности отрасли по итогам 2018 года и планам на 2019 представила начальник отдела культуры администрации города Ольга Булавкина. В прошлом году в Армавере состоялось почти 5000 культурно-массовых мероприятий. «Спасибо большое за высокую оценку нашей работы в 2018 году. Мы действительно очень старались. И поэтому мероприятие высокого уровня, которое организовало творческий аспект культуры – это и приезд патриарха, это и проведение Дня города всевозможными мероприятиями, и открытие наших хороших новых спортивных центров. Я думаю, при поддержке администрации мы сможем и дальше воплощать свои творческие идеи». Отрасли культуры в нашем регионе уделяются все больше внимания. Только в прошлом году местным учреждениям выделено почти 350 миллионов рублей. В 2019-м в Армавере будут развивать новые направления. Народное творчество – одно из них. «Сейчас, на сегодняшний день, разрабатывая концепцию развития культуры в городе Армавере, мы как раз продумываем, как мы будем продолжать сохранять традиции народного творчества. И, наверное, очень символично, что новая школа искусств и Центр национальных культур, они будут находиться в одном таком шикарном здании. Мы планируем единую работу, которая поможет нам также в развитии нашего народного творчества». Еще одно направление, которое в Армавере будут развивать в этом году – событийный туризм, набирающий популярность в Краснодарском крае. «Событийный туризм, в котором активно будет задействован музей, библиотечная система, которая уже сейчас организует экскурсии по городу и всевозможные мероприятия. Это будет образовательный событийный туризм. И одно из таких же направлений мы предлагаем, что наш опыт сотрудничества и работы национальных культур мы готовы расширить, приглашая к себе общины людей, соседей по развитию традиционных культур общин нашего фактически Северного Кавказа. Мы готовы работать в этом направлении». Год 2018 для Армавера юбилейный. Празднование 180-летия пройдет совершенно в другом семейном формате. Кроме того, 2018 объявлен в России годом театра. И в 2018 нашему театру исполняется 110 лет. В связи с этим запланировано немало торжественных мероприятий. Марина Бартенева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавера. Городской парк культуры и отдыха в Армавере стали больше посещать после его масштабной реконструкции. Территория объекта – 3,5 гектара. Работы в рамках программы формирования комфортной городской среды начались здесь в сентябре 2017 года. На условиях софинансирования из бюджетов всех уровней было выделено 35,5 миллионов рублей. На эти деньги установили новое освещение, уложили разноцветную тротуарную плитку на площади более 10 тысяч квадратных метров, смонтировали новое ограждение для аттракционов, построили детскую игровую площадку, установили так называемые парковые диваны, было произведено озеленение, работы шли более пяти месяцев. Новое лицо парка стало больше привлекать в него отдыхающих. Так, например, в 2018-м на аттракционы было продано на 10 тысяч билетов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это стало возможным в результате исполнения одного из национальных проектов России, утвержденных президентом страны Владимиром Путиным, а также итог реализации партийного проекта «Единой России».